Однажды три веких сказочника решили узнать, кто из них лучше рассказывает сказки. Баттл длился несколько дней и ночей, но победитель так и не определился. Тогда сказочники стали рассказывать странные сказки. Норвежская народная сказка про хвост. Украла как-то лиса у мужика целый хвост рыбы. Сидит, объедается, а из леса выходит голодный хвост. Лиса, да и рыбке, ади-то и сам лови. А как, у меня даже удочки нет, а я хвост в прорубь закинула, а вот на небы наловила. Вот спасибо за идею. Обратовался волк, оторвал неся хвост и пошел на рыбалку. Молдавская народная сказка «Мужик и медведь». Решил как-то мужик совместное предприятие с медведем организовать. Что делать, бум? В этом году пшеницу выращивать. А делить как? А известно как. Мои вешки, твои корешки. Идиот, вырастили они пшеницу. Мужик свежий себе забрал, продал. Сидит, радуется, день не считает. А тут пришел медведь и корешков своих привел. Просто сказка. Шла красная шапочка по лесу. Навстречу ей серый волк. Накормила она его пирожками. Песню спела, приласкала. А волк ее все равно сожрал. Потом сел на пене и заплакал. Морад. Хороших людей надо ценить при жизни. Грустная сказка. Скушала белоснежка отравленное яблоко и умерла. Положили ее в хрустальный гроб. Прискакал принц на белом коне. Открыл крышку гроба. Поцеловал и... Ничего не случилось. Отсюда вывод. Поцелуй не помогает при тяжелом пищевом отравлении. АПЛОДИСМЕНТЫ Хулиганская народная сказка про курочку-рябу. Жили-выли дед и баба. И была у них курочка-ряба. Снесла на конце яйцо. Не простое, а золото. Стали дед с бабой яйцо бить. Дед бил, не разбил баба. Била, не разбила дед. Бил, не разбила баба. Била, не разбила дед. Бил, не разбила баба. Била, не разбила. Но в конце концов все-таки разбили яйцо. А затем принялись за посуду. Потом вывели стекла. Раскрашили мебель. И царапали лифт. Намусорили подъезде. А я вошел. Вот какую вспышку вандализма порой вызывают драгоценные предметы в руках малокультурных людей. Сказка про добрую и простую девушку Золушку. Жила-была Золушка в одной семье. Хорошая была хозяйка. Да и душой добрая была. И вот хозяйка с родными дочерьми поехала на королевский бал. А Золушку, как обычно, не взяла. Но прилетела к Золушке фея. Дала ей платье невиданной красоты. Башмачки хрустальты. Кариту золотую. И поехала Золушка на бал. Как вошла, так все и ахнули. Что за невиданная красавица. А Золушка, как начала по привычке ржать на всю залу. Да в носу ковырять при всех. Да чапкать за фуршетом. Да на пол плевать. Туда ее и прочь вывели. А виновата две. Ведь, чтобы завоевать уважение в обществе, не с золотой кареты надо начинать, а с хороших манер. Танковая радия. И платья ворота. А у меня будет самая, самая, самая красивая. Папа. Народная коммерческая сказка про папу Капу. Как-то раз в каморту Папе Карло пришел сеньор Джузеппе. Принес, значит, полено. И заказал выстругать обуретку. Посмотрел папа Карло на полено. Почесал с затылки. И думает, не творческая эта работа табуретки стругать. А выстругаю-ка я человека. Да назову его Буратино. Сказано, сделано. Пришел через неделю сеньор Джузеппе. Готово, говорит, значит, моя табурета. А папа Карло улыбается. Буратино ему протягивает. Обиделся, значит, сеньор Джузеппе. Подал в суд. Мораль сказки такова. Делай всегда то, что хочет заказчик. А не твоя левая нога. Буратино. Африканская народная сказка Про деда, бабу и страуса Рябу Жили-были в одном африканском племени Дед и баба. И был у них страус Рябша одна. Спрятал он голову в песок. Стал дед трауса Рябу выкапывать. Копает, копает, выкопать не может. Позвал дед бабу. Копают, копают, выкопать не могут. Позвала баба шамана. Шаман позвал капира. Капир позвал лемора. А лемор мангуста. Копают, копают, выкопать не могут. А тут пришел белый миссионер с лопатой. Копал, копал. И вдруг выкопал самородок. Но не простой, а золотой. И построили они в деревне каменную церковь. И жили в ней долго и счастливо. Сказка о народах Африки о старике и золотой пиранее. Жили-были старик со старухой у самого озера Чат. Пошел старик ловить рыбу. Первый раз закинул он яд курары. Всплыли одни лежавы. Второй раз закинул он яд курары. Всплыли лишь крокодилы. Третий раз закинул яд курары. Всплыла золотая пиранья. И хотела сказать, мол, отпусти меня старче. Исполню три заветных желания. Да не смогла, потому что парализовала ее. Но воротился старик костаруки с добычей. Засолили они жар на зиму. Засушили крокодилов на лето. А золотую пиранью прямо тут же съели сырой. История-то так и не закончилась. До сих пор три этих сказочника рассказывают странные сказки. Но жеребятам в лагере орбита. А найти вы их можете. Это был четвертый отряд. Давайте еще раз поаплодируем. Я так понимаю, старщиками это не нас назвали, правильно? Давайте тогда представим сказочников. Лариса Николаевна. Павел Иванович. И Александр Сергеевич. Павел Иванович. Павел Иванович. Павел Иванович. Павел Иванович. Павел Иванович. Павел Иванович. Продолжение следует...